Мы сегодня собрались в этом зале для того, чтобы рассказать об одном интересном проекте, не побоюсь этого слова, очень мощном проекте. Проект, который объединит людей с более чем 100 стран по всему миру. И этот проект может пройти у нас в Украине. Я хотел бы сразу рассказать кое-какие названия, которые будут звучать сегодня у нас. Это название организации, например, ТАФИСА. Это организация, которая объединяет по всему миру физкультурно-оздоровительные организации, которые занимаются с населением, занимаются всевозможными видами активности под названием «Спорт для всех». В Украине такая организация существует уже больше 12 лет. И на протяжении последних двух лет эта организация является членом ТАФИСА, международной организации. И буквально год назад мы подали заявку от Украины на участие в проведении мировых игр «Спорт для всех» ТАФИСА 2020. Это игры, своеобразная площадка для проведения непрофессиональных видов спорта. Хотел бы подчеркнуть, что именно эта площадка для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий или каких-то непризнанных видов спорта, но которые имеют место быть, которые очень популярны среди населения по всему миру. И что интересно, самое важное в этом проекте, наверное, для Украины, для сегодняшней Украины, это не обязательство большого глобального строительства, большого глобального строительства спортивной инфраструктуры. У нас, в принципе, все готово. На Евро-2012 мы показали, как мы умеем работать, как мы умеем строить и проводить такие форумы. Но я думаю, этот форум будет даже посерьезнее чемпионата Европы, потому что здесь все-таки, как я уже говорил, более 100 стран и примерно 10-15 тысяч туристов, представителей этих стран. Каждая страна везет, что самое тоже интересное, привозит на этот форум игру или вид активности, который больше 100 лет. Вот мы в Украине еще тут обсуждаем, у нас идут споры, что представит Украина. Но я думаю, через некоторое время мы представим этот вид, эту игру, или вид спорта, который у нас в Украине, которому больше 100 лет. И вот этим проектом живет спорт для всех Украина уже несколько лет. Мы пригласили в Украину представителей ТОФИСа, если можно сейчас продемонстрировать ролик, митинг ТОФИСа и Украин. Представители ТОФИСа были в Украине в июле месяце. Они на протяжении двух лет следят за нашей активностью, за нашей работой, за нашими отчетами, которые мы подаем. Мы проводим на протяжении уже двух лет турниры, даже, можно сказать, мероприятия международного образца, те мероприятия, которые уже давно проводит организация ТОФИСа. Мы с успехом проводим Всемирный день ходьбы, который у нас будет 4 октября, через несколько дней. И всех приглашаем на это мероприятие. И вот, внимание на экран, там у нас небольшой ролик, буквально минутный. Мы показали инфраструктуру представителям ТОФИСы. Мы показали, поговорили, пообщались с представителями университета физкультуры. Вообще показали красоту Киева. Наши гости ни разу не были в Киеве, ни разу не были в Украине. Видели Украину только по новостным сюжетам. И после наших, я же говорю, на протяжении двух лет отчетов о проведении работ, и вживую, увидев нас, как мы работаем уже на местах, и посетив наши мероприятия, посетив совещание Министерства спорта, презентовав мировые игры в Министерстве спорта Украины. Министерство спорта Украины поддержало этот проект. И в дальнейшем будет поддерживать. И мы надеемся на успех голосования, которое пройдет через три недели в Будапеште, на межовом конгрессе ТОФИСа. И как нас заверили наши партнеры из-за рубежа, что у нас очень-очень хорошие шансы на проведение этого форума. Украине хотят дать шанс в развитии именно физкультуры. Я хотел бы подчеркнуть, потому что спорт у нас все-таки поставлен, как говорится, все-таки на нормальный поток. Мы входим то в десятку, то в пятнашку, то в двадцатку лучших стран мира по результатам Олимпиад. То по физкультуре, это по простым видам активности, по отжиманию от пола, по приседаниям и так далее, нам еще работать и работать. И об этом скажут еще сегодняшние наши гости, друзья, партнеры этого проекта. Я бы хотел обязательно подчеркнуть, уже по окончании своего вступления, о том, что очень важно проводить не только прямые реальные активности, но и проводить промоцию этих активностей, промоцию пропаганду физкультуры и спорта, которой не хватает в стране, не хватает бордов, не хватает информационных каких-то поводов именно положительных. Вы знаете, что мы все сейчас живем постоянно в каких-то новостных сюжетах, не очень приятных. И вот посредством физкультуры и спорта, посредством таких организаций, как «Спорт для всех» в Украине, посредством людей, которые сегодня присутствуют на этой пресс-конференции, мы сделаем и поднимем уровень вообще физкультурно-спортивной активности и оздоровительной нашего населения. Я думаю, что украинцы сильная, не думаю, а знаю, что украинцы сильная нация, изначально здоровая генетически нация. И благодаря таким форумам мы включим мотивацию населения заниматься физкультурой и спортом каждый день. И мы, я думаю, наше поколение будет нам благодарна за то, что мы как минимум уже провели эту пресс-конференцию и начали этот большой проект в будущее нашей Украины. И уже закончу свое приветствие, извиняюсь, что затянул. Очень интересным проектом, который поддерживает спорт для всех в Украине, это проект «Хелфспорт», который инициировала Инна Силантьева вместе с Денисом Силантьевым. Этот проект, который, я думаю, станет одним из лучших проектов в Украине по промоции физкультуры и спорта, по промоции проблематики строительства инфраструктуры, потому что это тоже одна из самых больших болей сегодняшней нашей инфраструктуры, вообще боль в жизни физкультуры и спорта страны. И я надеюсь, что мы достучимся, и благодаря Ине, и благодаря Денису, мы достучимся до руководителей державы и обратим внимание на то, что у нас большие проблемы с бассейнами, с залами для баскетбола, тирами и так далее и тому подобное. Так что я думаю, у нас все будет хорошо, и благодаря объединению мы уже объединились, мы уже неформально сделали нашу организацию более широкой, открытой. И я думаю, завтра с помощью громадских деятелей и ребят, которые поддерживают нас с самого начала этого проекта, мы победим. Спасибо. И передаю слово, ну я не знаю, тут мы, может быть, так перейдем в более демократичную такую, так я уже протараторил, в более демократичную атмосферу. Кто из наших гостей хочет сказать слово? Девушкам. Да, девушкам, пожалуйста. Можно Лене Костевич, которая может в двух словах рассказать и о проблемах, и о перспективах, которые она чувствует, что она чувствует по этому проекту, она знает этот проект, поддерживает. Пожалуйста, Лена, вам слово. Я недавно совсем познакомилась с этим проектом и вообще с спорт для всех, центрами спорт для всех. И мне очень понравилась идея вообще вот такого массового развития спорта, то, что нам необходимо и то, что нужно детям, да, нашему будущему поколению. Конечно, у нас есть проблемы с инфраструктурой, поэтому вот эта возможность провести такие игры, где приедет большое количество участников и на тех условиях, которые мы можем им дать, да, то есть у нас есть футбольная инфраструктура очень развита, но другие объекты нет. Но вот эти как мини-олимпийские игры, в которых мы хотим поучаствовать, я думаю, что это возможность еще раз показать всем нам, что мы можем, да, поучаствовать в этих играх самим, да, возможно, уже начинать готовиться сейчас к ним, если мы выиграем… Слово, если, наверное, нет, потому что 100% мы выиграем. У нас нация наша, она сильная, она великая, она настоящая. И по большому счету, меня зовут Юлия Бежинарь, здравствуйте, очень приятно. Я просто Леночку хочу немножко поддержать в этом отношении, потому что реально для нашей Украины это один из самых великих, вы знаете, наверное, самого, наверное, великого значения, наверное, имеет спорт, да, Сережа? Мы вас очень-очень поддерживаем и всех наших спортсменов, потому что у нас очень много спортсменов, которые завоевывали золотые медали, серебряные медали на Олимпийских играх. И здесь вот в 2020 году, я надеюсь, что все-таки спорт для всех, он не будет просто названием, а будет в действительности спортом для всех, абсолютно для всех детей, для всех спортсменов. И не только в одной какой-то, в каком-то направлении, там, вот как вы говорите, Таллиносе, что это будет только футбол, это будут все виды спорта. Прежде всего, это будет, естественно, и плавание, потому что детям это нужно, здоровительные такие процедуры. Это, в принципе, будет, по большому счету, и теннис, и настольный, и большой. Почему нет? Потому что, ну, на сегодняшний день, даже несмотря на то, что есть такая ситуация в стране, мы будем делать все для того, чтобы наша Украина процветала, если не в одном, значит, в других отраслях. И на данный период времени, зная о том, что наши дети – это наше будущее, и зная о том, что мы хотим, чтобы наши дети выросли великими людьми, и настоящими людьми, с учетом того, что я же говорю еще раз, повторюсь, что есть какие-то нюансы, есть какие-то моменты в нашей Украине. Мы постараемся сделать так, чтобы, поддерживая друг друга, огромной большой командой, которая будет еще все-таки, я надеюсь, расширяться, и, в принципе, так оно и будет. Потому что мы не одни в этом мире, у нас есть много и партнеров, есть много людей, которые с нами по духу просто близки абсолютно, и даже едины. Вот поэтому, помогай нам Господь во всем, и свершатся наши все мечты. Хотелось бы вообще, в принципе, сказать, почему, насколько это важно для нашей страны сейчас. У нас тяжелая ситуация в стране. И когда смотришь любые форумы, которые люди говорят о том, как нужно менять страну, что нужно менять страну, всегда культуру и спорт, всегда ты видишь в списке последний, последний, предпоследний. Это большая проблема. Сразу вспоминаются слова Винстона Черчилля на тему того, когда ему давали бюджет по распределению бюджета, и он видел в конце спорт и культуру, он спрашивал, почему. Говорят, так у нас же война в стране. И сразу он задает вопрос, ребята, а за что мы тогда боремся? А мы боремся за здоровую нацию, мы боремся за культурную нацию, за наши традиции. И поэтому мы не можем не поддержать этот проект. И общественные организации, общественные деятели, органы власти обязаны поддержать такие проекты. Тем более это большие возможности для Украины в мире, Украины в Европе и то, к чему мы стремимся. И сейчас, если у нас есть такие возможности, мы не должны их упускать, а должны их поддерживать. Спасибо. Давайте я пару слов скажу. Для меня этот проект прежде всего интересен тем, что у нас в стране вообще в самом зачаточном состоянии состоит все аматорские соревнования и не проводится. Просто хочется привести такой пример. Я больше занимаюсь баскетболом, и мы делаем наборы в новые группы. И сейчас стала такая болезненная ситуация, как раньше отбирали детей по росту и по каким-то данным. Сейчас же мы просто отбираем детей по одному признаку, чтобы они были просто здоровы и могли двигаться. И сегодня мы же так шутили, некоторые дети не могут на одной ноге попрыгать, сделать 10 прыжков на одной ноге. И вот такие вот мероприятия, как «Спорт для всех», это очень важное такое событие. Это событие позволяет именно заниматься физкультурой, сделать первые шаги детям. И вот такие нетрадиционные виды спорта, которые еще не признали в Олимпийских играх, и у них нет, они профессионально не существуют. Это очень большой шаг для детей, для их родителей. И я буду всячески поддерживать спорт для всех. Спасибо. Влад, я думаю, тоже. Да, я хотел бы сказать следующее, что на сегодняшний момент 50 на 50. Почему-то говорят о том, что дети не хотят заниматься в школах физкультуры. Наверное, им не так это преподносит. У меня возникла идея, сидя здесь, о том, что у нас есть, опять же, лишний раз от меня это исходит, междворовые площадки, где мог бы спорт для всех продвигать те или иные виды спорта. Но, вы поймите, мы собираемся много раз, если без правительства, которое обратит на нас внимание, обратить внимание на спортивную линию нашего государства, о том, что у нас мало внимания уделяется детям в отношении того, чтобы они развивались, в отношении того, чтобы они были здоровы, и без их поддержки это ничего не произойдет. Поэтому, как руководителям страны, я думаю, мы сегодня даем месседж тому, что мы готовы. Мы готовы это продвигать с их стороны, это поддержка. И в любых позициях мы должны ощущать, что это надо для страны. На самом деле мы представляем и свою традицию, традицию украинского населения, о том, что мы готовы то или иное упражнение показать, проявить именно в физкультурном плане, не олимпийские какие-то виды спорта. Я смотрю о том, что спорт для всех в разных странах, он разный. Опять же, хотелось бы каждому ребенку попробовать такой вид спорта, как прыжки через канаву, грубо говоря, перетягивание каната уже у нас на Крещатике происходит. Метание бревен. Метание бревен, но это, наверное, более постарше. Но, тем не менее, можно придумать и адаптировать для наших детей. И на сегодняшний момент мы просто готовы развивать и поддерживать наших детей, потому что дети – это наше будущее. Давайте посмотрим вперед. Мы много стоим на данный момент, мы задержались, стоим на месте. Надо двигаться, двигаться, развиваться. Поэтому и президенту, и правительству обратите внимание на нас, на громадские организации, которые хотят этого дать. Дайте возможность, мы готовы. Хотел бы добавить к словам Влада то, что «Спор для всех», который я возглавляю, он на протяжении двух лет создал такую модель работы. Я как бы сделал бы маленький эксперимент работы по традициям, естественно, нашей жизни, нашей территории, нашего менталитета, с элементами международных проектов, международных организаций. Взял опыт от европейских многих стран. И это вылилось в очень прекрасный результат. Мы вам сейчас покажем небольшой ролик, буквально минутный. Например, «Казацкие розваги» – это наш один из самых любимых, самых лучших проектов, которые мы развиваем. В этом году мы провели вместе с ассоциацией стронгменов. И это та модель в Европе, к которой просто опешили и не ожидали, что в Украине мы можем проводить такие форумы. Именно «Спор для всех», что это не страна проводит такое мероприятие, а именно «Спор для всех», такой себе скромный «Спор для всех». И вот, пожалуйста, внимание, в Чернигове 6 июля был проведен этот турнир. Состязались не спортсмены, а представители, просто люди, простые ребята, которые занимаются спортом. Со всех уголков Украины было почти все областя были. Было где-то 18 областей. И совместно рядом на площадке были профессиональные стронгмены. И это очень интересно. И жителям Чернигова это было очень интересно и полезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И щиро уважаем вам основы и энергии, широких спортивных и житейных оборудов, министр молодежи и спорта Украины Игорь Штатов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смаганья всеукраинского спортивного фестиваля «Козацькие розваги» оголошуются від Квиттеры! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Идем вперед, понимаем, что это, можно сказать, первый тайм футбольного матча, и у нас еще очень много времени для того, чтобы выиграть с большим счетом. Спасибо всем гостям. Если есть еще у нас, у нас есть представители гармонистского объединения, люди объединения Майданом. Я бы хотел представить вам Руслана, который тоже выскажет свое мнение. Благодаря Руслану мы, честно говоря, и вообще здесь собрались, потому что это его была идея, потому что это его была идея собрать пресс-конференцию, и говорить, чего вы молчите, чего вы только там соцсетями, там пытаетесь что-то знать. Давайте делать пресс-конференцию, давайте говорить, давайте вместе делать этот проект. Руслан, пожалуйста, пару слов. Руслан Хочу сказать, что благодаря таким проектам формуется сильное майбутнє поколение. И, власне, такому сильному майбутнему поколению, власне, прикладом, в принципе, проведения таких игр, известные спортсмены, которые действительно что-то рухают, они победители, в принципе. Вже каждый достиг научился. И, власне, научить каждого быть победителем, это самое основное, это основная наша задача. Если у нас будет поколение победителей, то нам никакой враг не страшный. В принципе, мы это сейчас доказываем. Незваживая на все вещи, в принципе, я очень много знаю людей, которые это не фишуют, они не пиарятся, но они помогают, хлопцы точно так же тут работают. Точно так же хлопцы, приезжающие из, ну, так его называют АТО, я говорю, война, приезжающие из войны, они тут футбол играют и турниры устраивают, и это уже нормально. Таким прикладом мы можем показать, что мы, в принципе, рухаемся, мы не остановимся, жизнь продолжается, и это, власне, одно из, можно сказать, маленьких складовых того, что мы можем сделать. Единственное, чтобы было бы поддерживать государство, это безусловно, управленцы. А люди сами пойдут, они сами хотят этого делать, они не хотят этого. Нам только рухаться, опереться и все, и не остановиться. Спасибо. Спасибо. У нас вопросы могут быть. Ну, вы знаете, тут, наверное, есть, ну, не наверное, а есть уже у нас очень много организаций, которые культивируют народные виды. Есть у нас и боевой ГОПАК, насколько я знаю, очень такой успешный проект. Я думаю, что мы, наверное, соберем общественность и, наверное, обсудим, что лучше представить. Проголосуем. Может, даже и проголосуем. Да, вы знаете, значит, весь проект, вообще успех проекта и качество, и уровень проекта зависит, естественно, от, ну да, это своеобразные олимпийские игры. Успех зависит, в принципе, от того, насколько держава посчитает поднимать уровень планку этого проекта. То есть есть примерно приблизительные минимальные там цифры, которые для того, чтобы организовать на нормальном, простом уровне. Есть, конечно же, можно разогнаться и построить еще стадионы, гостиницы и дороги. Но я думаю, что достаточно будет тех средств, которые примерно нам по опыту уже представители ТЭФИС объявляли, какие суммы нужно будет потратить для того, чтобы принять этот проект. Но дело в том, что так как этот проект – это еще и площадка для проведения всевозможных чемпионатов других федераций, очень много федераций будут заявляться на нашу площадку в Киев на эти дни, на этот именно проект, на эту олимпиаду, как площадку для проведения своего чемпионата. Тем самым они поднимают статус своего чемпионата, потому что есть всевозможные джиу-джитсу и какие-то категории каких-то там боевых искусств, которые не сильно популярны, может быть, в мире. А эти федерации хотят промоцию. И вот посредством этой площадки мировых игр они себя промоцируют. Но они платят за это деньги. И получается, мы, принимая сюда, к себе, на эту площадку, на мировые игры всевозможные федерации, сможем еще и иметь определенные средства для того, чтобы из этих средств, естественно, тратить их на организацию игр. И плюс никто не отказывается и никто не отменял социально ответственный, социально активный бизнес. И я думаю, что благодаря, опять же, руководителям ведомств, министерств и просто руководителям державы, я думаю, несложно будет... Бизнесменов тоже пусть помогают, но почему нет? Конечно, конечно, я думаю... Пусть они вкладывают, это социальные тоже проекты, не только проекты, а здоровье тоже наша нация. Почему нет? Всегда пожалуйста, да? Я думаю, несложно, несложно. Я думаю, даже руководителю высокого уровня переговорить с бизнесменами, и чтобы каждый взял зону ответственности по приему, по проведению локаций, по ремонту, по чего-то такому, что можно использовать для успешного проведения данного мероприятия. А чи можна захід провести без масштабной добудови инфраструктуры, и якщо не брати до уваги добудову, які суммы подреплені, ориентовані для проведения? Как мы называем, это тюнинг, если мы захотим тюнинг, страна захочет тюнинг сделать, пожалуйста, но требований у международной организации ТЭФИСа к Украине для строительства инфраструктуры, для улучшения нет. Они приезжали, инспектировали, смотрели, все у нас готово, стадионы, дворец спорта, вплоть до палаточных городков, которые мы можем устроить на Трухановом, опыт есть уже Евро-2012. То есть у нас все готово, велодорожки успешно открываются, крещатик, смотрите, какой прекрасный, уже асфальтированный, все можно проводить в любом месте. Основная статья расходов – это размещение семьи ТЭФИСы, которая включает больше тысячи человек. Да. То есть это то, что… Это представители команд, это правила, которые существуют у них. Команда, от каждой страны приезжает 10 человек, представителей, и 8 там человек, кажется, команда. И вот эти 10 человек размещаются бесплатно хозяевами игр. То есть вот в 2016 году будут игры в Индонезии. И мы от Украины везем представителей, 10 человек. Мы оплачиваем только за свой счет каждый перелет. А проживание, вся логистика, экскурсии, тренинги – это все будет за счет страны, которая принимает игры. То и какая наразива для нас ориентирована сумма? Ну вот то, что интересно будет в соцсетях, потому что всегда, знаете, любой проект интересен цифрами, количеством людей, да, и там деньгами, то я думаю, что мы можем смело сказать о той сумме, которую нам представила ТЭФИС, это примерно 2 до 3 миллионов евро стоит весь форум. Сколько участники отчикаются? Отчикаются 10 тысяч туристов, а то и больше. На последних играх было около 15 тысяч. Это последние игры у нас проходили в городе Шауляй в 2012 году. Это Литва. И там по информации, сейчас я вам точно скажу, было около 15 тысяч гостей. А самих участников? Самих участников было полторы тысячи. Это примерно, если 150 стран по 10 человек, то это можно посчитать, полторы тысячи участников. Но я вам скажу, что те участники, которые, то есть те туристы, которые приезжают, вы поймите, это не профессиональные виды спорта, что тут надо бежать или плавать. Люди, которые приезжают на эти форумы, для них всегда находятся активности. Они являются и участниками, потому что во время этих игр проходят всевозможные веселые старты, викторины. И те туристы, которые приезжают, они не ходят по магазинам, они именно находятся на локациях тех своих стран, за которые они болеют. А хозяева турнира, хозяева форума, есть отдельная статья организационная, развлекать и работать с населением, с туристами, с гостями именно праздников. Так что мы их записываем именно в активные участники по-любому. Сначала положено. Да. Положено, бери. Сережа. Да, спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...